Всем привет! С вами Арсений, магазин TopCamp и видеообзор вот такой вот лампы, сия анчер, морской якорь, очень популярная модель, но было раньше, но сейчас вот производитель внес небольшую поправку, он написал на крышке УСОНЛИ КЕРОСИН, то есть столько керосин. Раньше эту лампу я запускал без этой надписи, на бензине все замечательно работало и теперь даже не знаем, что делать, потому что керосиновая, как керосиновая, она никому не интересна просто на керосине, потому что все хотят залить в нее бензин и спокойно ею пользоваться. Сейчас мы попробуем залить туа-бензин, установить полностью и запустить ее и посмотреть насколько вообще ее хватит по работе. Перед началом работы рекомендуется естественно все узлы протянуть, просмотреть, потому что как-никак это все-таки Китай, поэтому мы этим вопросом сейчас и займемся сейчас. Это у нас помпа. работает. Здесь у нас идет подобие манометра, который смотрит какое давление непосредственно в баллоне, проверяем наличие прокладки здесь. Закручено все завенчано и через это отверстие мы сейчас зальем туда бензин. Бензин взял самый простой 92-й, воронка идет в комплекте. Дальше. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Закрутил... Так, дальше нам нужно установить вот сюда вот сеточку. Сеточка тоже одна штука идет в комплекте. Устанавливать ничего сложного нету. Здесь есть веревочка, за которую мы просто вот сюда вот так ее надеваем. Надеваем и завязываем узелок. Сеточка у нас вот такой формы приобретает, после чего нам необходимо ее обжечь. Ну, обожгем ее сейчас немножко попозже. Сейчас и расскажем принцип действия. У нас получается, что... Здесь внутри в лампе есть маленький лоточек для бензина. То есть... Вон там вот маленький лоток, куда надо налить немножко бензина. Для этого есть специальная вот такая вот вороночка. Вот, куда мы сейчас попробуем удалить остатки бензина. И через специальное отверстие зальем его внутрь. Много там не надо. Бензин сюда наливается для того, чтобы вот этот генератор, он немножко разогрелся. И потом уже поступала в сеточку непосредственно разогретая, разообразная смесь. Ну, после чего накачиваем давление. Здесь можно смотреть, как стрелочка пойдет. Нужно где-то до двух догнать. Накачали условно до двух. Обжигаем сеточку. Зажигалкой просто ее поджигаем. Она сейчас сама пойдет. Обгорит. В ее основе идет асбестовая нить. Которая будет держать саму форму. Сейчас обгорит, станет беленькой. Теперь можно будет ее установить на место. После того, как она оборжена, она становится достаточно хрупкой. Поэтому лучше ее не трясти. Это, как говорится, первоочередной расходник, который, как правило, многие забывают про него. Сюда подходят стандартные ковеевские сеточки. Так, ну, в принципе, теперь берем спички и поджигаем. Сейчас генератор прогревается налитым бензином. Вот так вот работает эта лампа. Сейчас темнеет. Посмотрим, как она будет в темноте у нас освещать. Ну, в принципе, запуск достаточно простой и несложный. Открываем подачу топлива и нажимаем на этот клапан вниз. Он загорается и поджигает сеточку. В принципе, и все. Теперь она у нас постоит. Посмотрим, сколько она по времени работает на 700 грамм бензина. И все ли она штатно работает. При необходимости можно мощность регулировать помощнее. Помощнее. Или совсем выключить. Если оно... Вот и все. Очень быстрый и простой запах. Включаем антон на максималку. Включаем антон на максималку. Время уже половина одиннадцатого. Она еще горит. Итак, время уже час ночи. Лампа работает в семь часов. Запустили мы ее в пять часов. Скажем так, 700 грамм бензина отработало в семь часов. Средний расход топлива получается порядка 100 грамм в час. Как видите, лампа уже работает прерывисто. Баллон у нас практически пустой. Можно сказать, что она уже все отработала. Лампа Сио Анчер. Морской якорь. Работает на 92-м бензине. Кому понравилась лампа, заказывайте у нас на сайте. Подписывайтесь на наш канал. Следите за новыми видео. Рекомендую.